В Норильске третьи сутки действует штормовое предупреждение. Порывы ветра по-прежнему достигают 30 метров в секунду. Школьникам разрешили не посещать школу. Маргарита Батыченкова наблюдала за тем, как работает снегоуборочная техника. Отсадка и узнавала, как с непогодой справляются пешеходы. Межрайонная трасса Норильс-Каиркан-Алыкель перекрыта уже вторые сутки. Это неудивительно. Видимость менее тысячи метров. Если в городе просто дует, то здесь сдувает. Дальше поста купец. Могут проехать только некоторые автобусы и специальная техника. На борьбу со стихией утром вышли 25 машин садка. В основном они курсируют на своих участках. Это промзона, старый город, территория медного завода, объездная в Талнахе. И самая проблемная трасса Норильс-Каиркан-Алыкель. Этот моноблок в деле борьбы со снегом в Норильске новичок, но уже успел пройти проверку севера. Данную технику мы получили еще весной, то есть именно в зиму 2017-2018 года. Она у нас рекомендовала. Это уже вторая зима. То есть получается она еще в прошлой зиме? Весной. Весной этого года мы ее получили. То есть она завершала зиму прошлого года и начала работать в зиму этого. Комфортный, теплый, современный. Так моноблок описывают работающие на нем люди. В то время как сотрудники некоторых предприятий из-за непогоды остались дома, Павлу Астраханцеву отдых и не снится. Его задача – спасать дороги от снежных заносов. Признается, с таким помощником работать проще. На дороге, когда мы работаем, в Бургов работаем основной. Видимость хорошая очень. Помогает очень. Освещение хорошее. Эта машина весь день сражалась за чистоту трассы Норильска-Иркан. Что касается города, в центральном районе стало спокойнее. Многие автомобилисты прислушались к рекомендациям управления ГОИЧС и отказались от поездок на личном транспорте. Некоторые горожане пошли еще дальше. Отказались и от услуг такси. В разных фирмах ценник колеблется от 150 до 300 рублей за пару километров. Мне очень нравится. Я хожу пешком. То есть ветер вас не останавливает? Меня не останавливает ветер. Самое главное, как ты оденешься. Норильчане народ северной стойки может найти плюсы даже в непогоде. Погода замечательная. Вчера дуло чуть-чуть, у меня муж еле с работы вернулся, а там замечательно. Не страшно вам? А что страшного? Между прочим, в такую погоду у нас водители внимательные, очень медленно ездят. У меня вчера дунуло, я на попе до магазина доехала. Прекрасно. Никто не сбил, еще и встать помогли. А вот конструкции оказались менее стойкими, чем люди. Разрушения повсюду. Вот ветер расправился с остановочным павильоном. Металлические листы разорвало, как картонку. Пока прогноз прежний. Штормовое предупреждение сохраняется. Город будет во власти с северо-западного циклона до 22 ноября, до четверга. А сразу после придут 30-ти градусные морозы. Маргарита Батыченкова, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Непогода внесла коррективы не только в работу автотранспорта, но и в планы авиапассажиров. На данный момент вылет ожидает более 20 рейсов в Москву, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, Самару, Новосибирск, Красноярск, Диксон и Хатангу. Путешественники задаются вопросом, почему S7 еще днем перенесла рейсы на завтра, а Нордстар откладывал время вылета каждый час. И вот, как нам прокомментировала ситуация официальный представитель авиакомпании Ирина Воробьева. Она сообщила, авиаперевозчик не терял надежды встретить и отправить самолеты сегодня. И его действия продиктованы интересами пассажиров. В данный момент в приоритете у авиакомпании использовать любые возможности, которые дает погода. Потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас она их может давать, завтра она их может уже не давать. Поэтому мы хотим использовать сейчас все возможности, которые дают погоду, для того, чтобы пассажиров вывезти на материк. Более миллиона жителей нашей страны приняли участие в голосовании финального тура конкурса «Великие имена России». Организаторы проводят опросы. По их результатам до конца года будут выбраны имена наших соотечественников, которые дополнят название 47 аэропортов страны. Напомню, воздушные гавани Норильска предлагают присвоить имя Николая Урванцева, Михаила Водопьянова или Александра Сотникова. Голосование проходит на сайте великиеимена.рф. Промежуточные итоги конкурса подводятся ежедневно в 12 часов по московскому времени. На сегодня большинство голосов, более 6 тысяч, отдано за Николая Урванцева. Предложение присвоить Норильскому аэропорту имя Михаила Водопьянова поддерживают 4140 человек. За Александра Сотникова проголосовали чуть более 2,5 тысяч. Окончательные итоги всероссийского конкурса подведут 5 декабря. На пост главы Краевого фонда капремонта претендует трое. Кандидаты определились после подведения итогов экзамена. Тестирование проходило 16 ноября. За час кандидатам предстояло ответить на полсотни вопросов. В итоге из 12 претендентов проходной балл набрали Олег Смирнов, Тарас Метляев и Александр Чабышев. 27 ноября кандидатам на пост руководителя Краевого фонда капремонта предстоит пройти собеседование с членами конкурсной комиссии. 22 ноября в Норильске ожидается облачная снег, метель. Ветер южный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в горных районах порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 11, минус 13 градусов. Днем стопы терминутра покажет от 8 до 10 градусов по нижней метров в секунду. Российские налоговики сегодня принимают поздравления. Инспекция исполняется 28 лет. В Норильске отдел по государственным доходам появился в июне 1990 года. Спустя полтора года по указу президента он влился в налоговую службу России. А в декабре 2012-го Норильская инспекция была переименована в межрайонную и стала единой для всего таймыра. О том, какая она современная налоговая, в материале Елена Степаненко. Налоги, ставки, вычеты и многомиллионные суммы. Профессиональный праздник – не повод отложить расчеты. Сегодня в межрайонной налоговой инспекции 167 сотрудников. Некоторые из них трудятся с основания службы. Ольга Носова пришла сюда после окончания индустриального института 24 года назад. Свой первый рабочий день помнит до сих пор. Я пришла, молодая девушка была. У нас у нас хороший коллектив очень попал. Сразу в отдел налоголожения физических лиц. И много было опытных работников, которые пришли из Горфин отдела. Сейчас Ольга Носова – главный государственный инспектор отдела камеральных проверок. Работает на месте с налоговыми декларациями физических лиц. А вот Евгения Казанцева – специалист отдела выездных проверок. Говорит, что в последние годы работать становится пусть и сложнее, но интереснее. В связи с внедрением новых информационных ресурсов, мы можем выявить дополнительные нарушения налогового законодательства по хозяйственной деятельности налогоплательщика. А также можем увидеть вообще всю картину хозяйственной деятельности проверяемого лица. Сейчас налоговая инспекция – это не только контролирующая, но и прозрачная, открытая для клиентов служба. На сайте ФНС размещены более трех десятков электронных сервисов, среди которых личный кабинет налогоплательщика. Онлайн-режим пользуется все большей популярностью у северян. Новые пользователи появляются каждый день. Чтобы не ходить в такую погоду в связи с нашими метеоусловиями нынешними. И, конечно, налоговая, да. Очень пространство сейчас, вообще народа нет обычно. Я занимаю буквально 10-15 минут посещения налоговой. Сейчас вообще хочу снизить минимум через личный кабинет. Главная функция инспекции – сбор налогов. Благодаря работе специалистов бюджет Норильска прирастает миллиардами. Год еще не закончился, а итогами уже можно гордиться. Бюджет города Норильска поступило 3 миллиарда 200 миллионов рублей, на 50 миллионов больше, чем в прошлом году. Это за 10 месяцев этого года. Бюджет Таймурско-Долганинского муниципального района поступило 1 миллиард 38 миллионов рублей, на 202 миллиона рублей больше. Слова благодарности и признательности за работу, а также поздравления с профессиональным праздником налоговики услышат в пятницу. Их будут чествовать в городском центре культуры. Елена Степаненко, Дмитрий Химич, Вести, Норильск. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают и телевизионщики. Первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображений на расстоянии были проведены еще в 20-е годы прошлого века. Однако сам праздник был провозглашен только в декабре 96-го, после того, как в ООН прошел первый телевизионный форум. Сегодня телевидение – один из главных инструментов воздействия на сознание людей и формирование общественного мнения. Для Норильска это прежде всего местная телестудия. 30 декабря ей исполнится 60 лет. О том, с чего все начиналось и кому это было нужно, расскажет Вера Шелепова. Норильск. Район набережной Урванцева. В конце 50-х здесь развернулась масштабная стройка. Начавшийся в то время телевизионный бум не обошел стороной и заполярный город. Телецентр решили построить вот здесь, на холме, недалеко от маленького уютного озерка. Возведение телецентра назвали народной и комсомольской стройкой. Она началась в феврале 1958 года. Несмотря на 40-градусный мороз, котлованы вырыли за пару месяцев. Еще через месяц был готов фундамент. Телевизионное оборудование доставили в Дудинку 6 августа. Первую пробную телепередачу «Это был голубой огонек» Норильский телецентр выдал 30 декабря 1958. 30 декабря норильчане услышали, наверное, самую первую фразу. Добрый вечер, дорогие товарищи. А вообще гостями павильона были строители медстроя, те бригады, которые работали на строительстве нашего здания. Представьте, этот же павильон, в котором мы с вами находимся, только технически он был, конечно, слабо оснащен. И представьте, не было полов. Был просто деревянный настил для того, чтобы можно было рассадить гостей. С тех пор 30 декабря – день рождения Норильской студии телевидения. За 60 лет на набережной Урванцева-10 выпустили более 5000 программ и сняли около двух сотен фильмов. В «Золотой фонд» вошли работы легендарного кинооператора Юрия Ледина. Своим творчеством он известен не только в России, но и за рубежом. Свой первый кадр он сделал в 11 лет с помощью подаренного отцом фотоаппарата. И как-то так, только имея фотоаппарат, я уже решил, а почему же не кино? Вот когда я вырасту большой, я куплю себе киноаппарат, и тогда я сниму. А что сниму? Больше всего меня интересовала вот жизнь природы. За 20 лет работы на Норильской студии телевидения Юрий Ледин побывал в самых отдаленных уголках Крайнего Севера. Некоторые поездки были не просто трудными, опасными для жизни. А в итоге рождались знаменитые киноленты «Олененок», «Моржи», «Северный морской котик», «Белый медведь». Главной героиней последнего стала Айка. Белого медвежонка в 1974 году Ледин выкупил у служительницы Николаевского зоопарка. Освоилась в городе. Еще один герой, которого без труда узнают норильчане родом из 60-х, Северок. В этой кукле собирательный образ детей Севера. Кукольный мальчишка появлялся на экране вечером, трижды в неделю, и популярность его была поистине всенародной. О своем любимце юные норильчане в письме рассказали Самуилу Маршаку. В результате известный поэт сочнил целую поэму про Северка, которая вышла отдельной книгой в 1964 году. Сегодня на горе ведет свою бурную деятельность филиал ВГТРК, государственная телевизионная и радиоучательная компания «Норильск». Как продолжатель славных традиций Норильской студии телевидения, ГТРК «Норильск» — это не только информационная программа «Вести». На канале «Россия-24» каждый норильчанин может найти для себя тематическую программу, которая интересна именно ему. Вера Шелипова, Сергей Карпов, Вести, Норильск.